Ну а перед просмотром видео предлагаю зайти на канал Никиты. Там ты найдешь различные ролики по FIFA 20, FIFA 21, карьерка за Ливерпуль, а также стрим карьеры за игрока. Заходи на канал, смотри и подписывайся. Ссылочка в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Там совсем скоро будут стартовать различные прохождения по теме игр, связанных с супергероями. Marvel Avengers, Росомаха, различные Человеки-пауки. Совсем скоро, кстати говоря, выходит новый Человек-паук, Майлз Моралес. В общем, всем, кому интересна тематика DC, Marvel и все, что с этим связано, милости прошу, ребята, совсем скоро стартуем. Ну и, ребят, сегодня у нас игра будет начинаться, точнее, серия будет начинаться матчем с Уотфорда. Мы играем на выезде. Пока что мы на первом месте. Сегодня нам также предстоит дуэль против Арсенала и West Bromwich Albion. Арсенал пока что идут на втором месте. Вот так вот они вырвались буквально в лидеры. Ливерпуль третий, Тоттенхэм четвертый, Манчестер Юнайтед пятый. И пока что Манчестер Сити где-то за шестой строчкой. В общем, ребят, давайте отправляться на игру. Мне в комментариях посоветовали поставить капитана, дать тому футболисту, у кого есть качество лидера. У нас качество лидера из всей команды есть только у новичка Маркиниеса. Но он уже неплохо себя зарекомендовал. Давайте посмотрим. Говорят, так у команды тонус будет весьма на высоком уровне. Также сегодня выпустил Бернардески и Хаверца в центре. И некоторым футболистам назначил новые планы развития. В общем, поглядим, что из этого всего получится. Как мы видим, Уотфорд играет в трех центральных. Снова придется взламывать оборону. Но, ребята, я думаю, наша команда с этим справится. Так что усаживайтесь поудобнее и погнали. Нам показывают Тима Вернера. В прошлой серии он в некоторых матчах чемпионата у нас отдыхал. Он смог забить зато пару голов в Лиге Чемпионов, когда мы играли со Спартаком. Ну и вот сейчас на матч против Уотфорда он выходит в старте. У него забито шесть голов в чемпионате. Пока что он лидирует. И многие спрашивали, где Тима Вернер был в прошлый раз. Ребят, я повторюсь, что очень часто я меняю игроков. И в прошлой серии я посчитал необходимым выпустить Батшуаи. Дать ему поиграть, набрать игровую форму. А Тима Вернер готовился к Лиге Чемпионов. Ну что, идет дождь. Уотфорд начинает с центра поля. Поехали. И вот она первая атака. Яноблок ровненько выходит. Забирает мяч здесь. Не без пожара получилось. С мячом Хаверц. Федерико Бернардески. Его удар с левой. Но вратарь забирает мяч в руки. И сегодня у нас все. Изи Еши, Бернардески, Хаверц, Тима Вернер на острие. Я думаю, как раз-таки самый такой креативный составчик на поле. Вернер. Есть коридор. Вернер бьет по воротам. И мяч попадает в руку. А где это было? В штрафной или на подступах? Ну здесь видно, что вроде как игрок находился в своей штрафной. И у нас одиннадцатиметровый. Тима Вернер подходит к мячу. Берет разбег аккуратно. Целясь в угол. И раскидывает в разные стороны мяч. И голкипера. 1-0. Седьмой гол Тима Вернера. Ну как говорится, сам заработал, сам его и реализовал. Кто-то верит в то, что если игрок заработал одиннадцатиметровый, то лучше самому его и не исполнять. Но Тима Вернер уверенно подошел к точке. Уверенно забил. И вот так вот, ребят, мы уже выходим вперед. Если в этом сезоне мы хотим выиграть АПЛ, то вот с такими командами, как Уотфорд, нам ни в коем случае нельзя отдавать очки. Нам ни в коем случае нельзя играть в ничью сегодня с Весбромвичем. Нам нужно постараться зацепиться за очки в матче с Арсеналом. Маркиния, Сканте и здесь же Аспиликуэта. Все трое пытаются сейчас не дать сопернику пройти. И молодцы. Смогли отбиться Тима Вернер. А вот он потерял мяч, и Уотфорд начинает потихоньку давить. Но им уже нечего терять. Здесь снова нарушение. Немножко Зиеш грубовато сыграл. Им нечего терять сейчас, так как они играют дома. Они уже пропустили мощный выстрел по воротам, но мяч пошел выше. Тима Вернер, выстрел слева. Ну пока не дают разыграть вот до какого-то верного момента футболисты Уотфорда. Часто нас не пускают даже в штрафную. Приходится вот так вот пытаться пробить издалека. И не всегда это здорово получается. Отлично. Просто отлично здесь Маркиния сподстраховал. Я на облако тот вышел, и в итоге даже штрафной. Опасный выход, но здесь слишком далеко. Игрок Уотфорда мяч прокидывает. И, ребят, нам повезло. Первый тайм. Пока что мы впереди. Из интересных результатов пока что матчей, которые идут параллельно нашему, Манчестер Юнайтед уступает Уолдерхэмптону 1-0. Нам показывают, что Павар переходит из Мюнхенской Баварии в Атлетико Мадрид. Интересный трансфер. Ждет сбегание Пулешича. И Пулешич дотягивается до мяча. Бьет ближний. Но на месте голкипер. И там, казалось бы, успевает защитник. Но Пулешич успел его опередить. Маркиния. Здорово. Есть свободная зона. Кавер забрасывает на Тима Вернера. Зиеж. Канте. Очень много футболистов Отфорда сейчас находятся в собственной штрафной. Тима Вернер. Зиеж. Удар по воротам. Штанга добить. И Хаверц. Отправляет мяч на ворота. Ну вот сейчас был такой довольно напряженный момент, когда Отфорд начал создавать один момент за одним. И нашей команде было очень важно выстоять. И мы забили второй. Сейчас будет попроще. Здорово. Развернувшись, Зиеж пробивал. Но мяч попал в штангу. И на добивании оказался Хаверц. Ну и у нас двойная замена. Выходит Джеймс, а также Жорджинио вместо Бернардески и Аспелликуэте. Эти ребята подустали. И им нужно отдохнуть. Я бы выпустил Маунта, ребята. Но, видимо, он участвовал в матчах за сборную. И у него не все здорово с выносливостью. Сейчас он подустал. И ему тоже нужен отдых. Отфорд продолжает идти вперед. Мы снова накрываем соперника. Тима Вернер. Очень классно открывается Чилвелл. Подача. Удар по воротам. Это Хаверц. И мне кажется, он немножко помешал Зиежу в этой ситуации. Удар по воротам. Успел в последний момент Маркиниас. У нас, ребята, последние 10 минут. И, кстати говоря, арбитр еще показал отложенную карточку Тима Вернеру. Здесь Нгало Канте. Классно выгрызает мяч Жоржиньо. И еще один мяч в воротах. Мы додавливаем соперника. 3-0. И вышедший Жоржиньо забивает гол. Красиво разыграли. Канте здесь поддавил соперника. И вот эта хорошая передача в центр на Жоржиньо принесла нашей команде третий мяч. Зиеж поле покидает. Выходит Хацанадуи. Ну и примерно 10 минут до конца. Здесь Пулешич пытался выбить мяч. И третья желтая карточка нашей команды. Я замечаю, что во втором сезоне как-то в некоторых моментах я стараюсь играть агрессивнее. Пытаясь не дать сопернику подойти к нашим воротам. И за счет этого довольно часто наши парни получают предупреждение. Но это еще не конец. Вот таким вот опасным выстрелом заканчивается эта встреча. Гудит стадион недовольны домашние болельщики Уотфорда. Ну а мы, ребята, увозим 3 очка. Сейчас у нас, ребята, игра в Карабао Кап, где мы как раз делаем ротацию. Весбромич Альбион противостоит нам сегодня. Тима Вернер как раз-таки немножко подустал. Давайте вместо него у нас сегодня выйдет Ботшуаи. Также у нас выходит сегодня Маунт вместо Хаверца. Вместо Зиеша выпустим Хадсона Адой и Джеймс. Также вместо Маркиниса у нас выйдет Упамикана. Ну и, в принципе, наверное, все. Вот таким вот будет наш стартовый состав. Ну и давайте Кепи дадим сыграть. Пускай, пускай выйдет он. И вот сюда на фланг мы выпустим Эмерсона. Который, кстати говоря, меняет сейчас позицию. В общем, я думаю, игра должна получиться. Ну и давайте отправляться. Посмотрим, что у нас получится против Весбром. В прошлом сезоне, возможно, как раз-таки ничья с такими командами, как Весбромич могла лишить нас чемпионства. Тогда не со всеми такими командами нас получалось выигрывать. Ну а сейчас Карабао Кап, в котором мы в прошлом сезоне вылетели. Попробуем в этом сезоне пройти как можно дальше. Ну и как раз вот на таких матчах можно дать восстановиться лидерам. Дать поиграть Батшуаи. Если в прошлом сезоне у нас был Абрахам, который не очень мне нравился. И не совсем здорово он заходил как главный атакующий игрок. То сейчас Батшуаи действует весьма здорово. И вот уже обострял, делая передачу на Федерико Бернардески. В этом матче довольно-таки много молодых ребят. Тот же Эмерсон у нас вышел. Снова Батшуаи. Его выстрел. И спасает Галкипер. Какой выстрел? Хатца на дое пробивал. Мне кажется, Галкипер хозяев уже вспотел. Давайте подадим. У нас там есть и Упамикана, который сотрясает перекладину. Есть и Батшуаи. Сейчас он с мячом. И пробить не успел. Пас на Батшуаи. Хатца на дое аккуратненько переигрывает Галкипера. И красивый мяч отправляет в сетку. Тринадцатая минута. 1-0. Батшуаи. Хатца на дое забивает классный мяч. И у нас, ребята, 1-0. Батшуаи посмотрите, как успел сделать передачу на Хатцена. И тут просто элегантно подкинув мяч щечкой и отправил его в ворота. 1-0. Мы вышли вперед. Это Карабау Кап. И здесь только одна команда сможет пройти дальше. Усадил соперника на пятую точку. Бьет Маунт по воротам. И 2-0. Это гол Маунта, ребята. Красиво разыграл. Отдохнул парень. И здесь он действительно показал мастер-класс. Эдим футболистам интересовался Реал. В летнее трансферное окно. Но мы оставили его в клубе. И здесь, посмотрите, укладывает он соперника. Разворачивается. И с левой ноги хлестко бьет в дальний угол. 2-0. В атаке Весбромич. 26-ая минута. Аккуратный забросик. Подача на дальнюю. И Хацинадо и пришел помочь. Бернардески. И на третий. Красиво. Укладывает Бернардески. 3-0. И пока что нашу команду, ребята, не остановить. Красивый выстрел Бернардески с левой. Никак не мог спасти голкипер. И у нас 3-0. 37-ая минута. Пока что Весбромич ничем не может нас удивить. Эммерсон сыграл без проблем. Тут же мы выходим быстро в контр-выпад. Это уже Федерико Бернардески сохраняет мяч в поле. На дальней штанге бежит Хацинадо. И передача на него. И Хацин не попадает. Ливерпуль, Тоттенхэм свои матчи тоже пока выигрывают. Тоттенхэм 2-0. Ливерпуль 1-0. А вот и Мью снова уступает. И по-моему они играют с Фулхэмом. Нам показывают, что следующая встреча у нас против Арсенала. А у Весбромича проходит одна замена за другой. Пытаются они как-то изменить игру. Батшуаи залетел в штрафную. Удар Батшуаи четвертый. Четвертый мяч Батшуаи. Я имею ввиду в этой встрече четвертый мяч нашей команды. Ну и классно. Классно уже Бернардески увидел Батшуаи. Тот прокинул одним движением мяч. Чуть дальше соперника. Не вколотил его в ворота. У нас вышел Хаверс вместо Бернардески. А Весбромич идет в очередную атаку. Опасно. Удар по воротам. И все-таки один гол они забивают. Но вот здесь уже появилась некая расслабленность. Провалилась немножко наша оборона. И Весбромич забивает гол. Но здесь классно. Классно сыграли. И вот так вот остался игрок Весбромича. Между двумя нашими защитниками. Они не успели сомкнуть. Заслонный в итоге. Хороший выстрел по воротам Кепы. И тот без шансов пропускает. 4-1. А это Хаким Зиеш. Он вышел. И сейчас мог забить. Это Канте. Будет ли гол? Канте не смог забить. Передача под удар. Еще один. Это уже Пулешич бил по воротам. Зиеш обыграл соперника. Бьет по воротам. Еще один момент. Не успели накрыть. 3 минуты добавил арбитр. Они уже практически истекли. И все. Мы побеждаем, ребята. Карабао Кап. Это одни из первых раундов. Ну и давайте уже отправляться на игру против Арсенала. Мы продали ребятам Паду в Сент-Этьен. А также у нас небольшой перенос в расписании был. Как мы видим, приближается Стерлин к Вернеру. У него 5 голов у Вернера, 7. Сейчас у нас игра против Арсенала. А через 2 дня уже игра против Интера. Поэтому силы сейчас нужны. Отправляемся на пресс-конференцию. И будем подготавливать после этого состав. Челси проводит победную серию. 6 матчей команда ни разу не проиграла. В матче против Арсенала вы продлите эту серию. Работать с игроками в такой прекрасной форме одно удовольствие. Если продолжим играть так же, серия продолжится. Вам предстоит матч против Арсенала. Настоящая битва титанов. Кто выиграет? Вот проведем матч и увидим, что получится. В прошлой игре вы одержали блистательную победу. Как вам кажется, Арсенал нервничает. Игрокам нужно думать о тренировках, а не о психологическом состоянии соперника. Давайте смотреть, друзья, каким будет наш стартовый состав на игру против Арсенала. Но перед этим, я думаю, нужно зайти в настройки. И давайте, может быть, еще немножко изменим бегунки. Скорость соперника давайте добавим. Ускорение также добавим. Ошибки удара мы еще уменьшаем. Ошибки передачи также. Так, скорость удара тоже добавим. Скорость передач добавим. Частота. Так, характеристики галкипера тоже давайте накинем. Расстановка и опека это оставляем. Выбор обороны. Ну и, в принципе, здесь, наверное, все. Контроль мяча давайте тоже уменьшим. Ошибки контроля мяча. И вот такими теперь будут настройки искусственного интеллекта. У нас, как и раньше, я говорил, все по полтишку. И давайте уже смотреть на состав. Здесь уже должна быть боевая подготовка. И, собственно, таким и будет наш стартовый состав. Аубамиянг. На острие у Ливерпуля. Пепе справа. Муниаин слева. Лаймер и Вицель в центре. Они играют в трех центральных защитников. Вот так вот теперь перестроился Арсенал. Ну и, ребята, поехали. Арсенал сейчас немножко опустился в турнирной таблице. На втором месте у нас сейчас Ливерпуль. И это игра, ребята, за три очка. Это шанс сейчас оторваться немножко от тех команд, которые нас преследуют. И шанс как раз сейчас, когда есть силы, набрать небольшой отрыв. Потому как через два дня у нас матч с Интером нужно сейчас, на старте сезона, постараться набрать максимум очков. Потому что в конце из-за усталости где-то может быть ничья, где-то какое-то, может быть, досадное поражение. Передача. Вицель уже в штрафной пас под удар. Будет удар по воротам. Удар есть, и Ян Облак спасает. Ну вот Арсенал, не боясь, идет в атаку уже с первых минут. Пошла подача в штрафную. Здесь Тима Вернар. Пеппи уходит от зумы. И тот успел насигнуть угловой удар. Еще один. 14-я минута. Подача. Снова Тима Вернар. И он выносит мяч на еще один угловой. Передача в штрафную. Удар по воротам. Давид Луис бил. И вот уже шанс на контратаку. Пулешич. Сейчас нужно убегать от соперника. Пулешич. Его удар по воротам. И спасает Лена. Это Зиеш. Подача. Вернар. И снова Лена. Фантастика. Ушли сейчас от Канте. Но это же было нарушение против галкипера. Молчит. Молчит пока что судья. Опасный заброс мяча. 32-я минута. Убамиян. Передача. И здесь Канте. Каким-то чудом просто смог остановить этот мяч. Хавертс. Передача на Зиеша. Тима Вернар. Бернардески. Но плотно. Очень плотно действует сейчас Арсенал. Бернардески. Хорошая стеночка. Бернардески. Прострел. Чилвел. Держит. Держит сейчас Арсенал наших игроков. Каким Зиеш. Аспиликуэта. Аспиликуэта. Ну прям возимся. На ленточке штрафной. И в итоге контратака. Канте и Аспиликуэта. И мяч остался в поле. У нас последние минуты. Первого тайма. Здорово. Хороший отбор. Хавертс. Вернар. Вернар устоял на ногах. Вот здорово, что Вернар даже при потере мяча все равно может устоять. Хавертс видит забегание Тима Вернара. Ну же, Вернар. Удар поворотом. Гол. Занавес первого тайма. Тима Вернар. Очередной его мяч за Челси. Какой, ребята, напряженный. Напряженный матч. Много моментов Арсенала. Плотно действует в обороне. Но здесь Вернар шикарно пробил. И в итоге 1-0. Ну вот бегунков добавили. И хотя бы как-то соперник пытается всячески проводить атаки. И у нас перерыв. По моментам в первом тайме 3-3. Причем, что у каждой команды было три удара. Три в створ. Хавертс. Он уже в штрафной. Хавертс. Классно развернулся. И вот здесь чуть-чуть бы быстрее. И мог уже бить поворотом. Аубамиянг. Вицель. Снова Аубамиянг. И Вицель забивает. 1-1, ребята. 56-ая минута. Убежали наши защитники. И Вицель с Аубамиянгом здорово разыграли атаку. Хорошая стеночка. И здесь успел. Последний момент Вицель ковырнуть. Мяч под рукой. Яна Облако. И у нас снова ничья. Зиеш. Передача на Вернера. Вернер. Сейчас пытался напугать соперника. Это Канте. Уронили Канте. Ну и Канте устоял на ногах. Здорово. Бернардесский. Попытка удара. И арбитр назначает пенальти. Вицель, автор забитого гола, играет рукой, блокируя мяч. Смотрим, что здесь было. Канте долго били по ногам. В итоге, ну, мяч пролетел по руке. Тима Вернер. Это его шанс. Удар по воротам. И он забивает. Дубль. Тима Вернера. Ликуют домашние трибуны. Напряженный матч против Арсенала. Настоящая борьба лидирующих команд. Ну и вот так вот с 11-метровой отметки. Наши парни снова выходят вперед. У нас выходит Маунт вместо Бернардесски. И остается 25 минут. Пулешич. Про него как-то немножко забыли. Габриэль против него. Тима Вернер. Ну же, Вернер. Это просто фантастика. Этот парень неудержимый. Это кэт-трик Тима Вернера, ребята. И как он просто раскидал оборону. Лена смотрел футбол со стороны. Смотрим еще раз. Пас в центр. Вернер, дриблинг, удар и все. Отдыхает соперник. Лена провожает мяч взглядом. Ну и все футболисты Арсенала просто смотрели, как мяч залетает в ворота. Тима Вернер. Десятый гол. У нас выходит Хацена до. И вместо Зиеша. 3-1. И ликует трибуны так, будто мы побеждаем в финале Лиги Чемпиона. Нарушение правил Нгалу Канте подталкивал соперника. И желтая карточка. Вот так вот. Арбитр решил сразу же наградить Канте. Но здесь он даже боднул головой соперника. Автор забитых трех мячей сегодня Тима Вернер покидает пули. Канте уступает место на поле Батшуаи. И остаются последние пять минут. Напомню, что следующая серия у нас стартует матчем против Интера. И не факт, что команда успеет восстановиться. Потому что игра буквально через два дня на третьей. Посмотрим. Посмотрим, что у нас там получится. Посмотрим, кто у нас выйдет. Ну а вы, ребят, поддерживайте ролик лайком. Если хотите как можно скорее увидеть. Новую серию. Здесь был офсайт, по всей видимости. Раз орбитр остановил встречу. Мы уже доигрываем. Спешить некуда. 3-1. Было напряжение, конечно. Но наша команда справилась с ним. И, возможно, вот этот одиннадцатиметровый дал немножко уверенности нам и подкосил немножко игроков. Арсенал. Хацанадой. Передача. Аспиликуэто пытался сделать по штрафную. Это Нгалок Анте. Батшуаи. И еще угловой. Арбитр. Уже мы переиграли три минуты. Арбитр свистеть не собирается. Выносит мяч к центру. И все, ребят. Это победа. Это три очка против Арсенала. Надеюсь, серия вам понравилась. Поддержите ее лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Ноги. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok